все очень хорошо не менее ничего и меньше все отлично у тебя все все хорошо все хорошо привет пишем добрый день зрители нашего канала наших каналов у нас сегодня экстренный эфир посмотрим сколько получится привет юра рассказывай тебе приоритет и ты у нас на месте и нам рассказывай что у вас там происходит но происходит не очень хорошие вещи как уже всем известно они бомбили самый большой ядерный реакторы в европе в электроэнергодаре городе там как раз люди вышли на улицу и стояли и не пропускали российские танки и все и пехоту и бронетехнику стояли гражданские люди и видимо они не пошли не стали так и начали просто их бомбить издалека и громить там пожар был создан вот такие дела честно я не понимаю что делали почему такую безответственности ведет международное общество просто бросили украину на на нож но на подноши все не понимаю опасности которые ладно там я прямо когда израиль там бросили другие там стран афганистан брось там опасность такой мировой не было здесь абсолютно мировая по все все стоят ждут зеленских просил говорит если вы знаете что будет война введите санкции там думали опять же знаешь кричали байден при д порядок на виды и вот сейчас ищут виноватых израиль виноват там все виноват них вот трамп не сказал все обвинили действия все президенты а трамп не обвинил да потому что трамп не балабол он делал а не обвинял не грел а что они обвинили дальше что ибо и путин теперь осознает да делать надо они обвинять я помню как обвинили все президенты от буша старшего до до обама говорили что перенесут посольство израиля из тель-авива в иерусалим но никто этого не делал всем из-за евреи стояли хлопали когда трамп вышел и сказал я сделаю что надо все но он это сделал так во всем вы дирается из контекста а вот байден у нас самый опытный между международных отношениях он самый опытный военных конфликтах и вот самолеты не дают которые стоят в небо не закрыт байрактары эрдоган пообещал дал 100 чем-то должно было 300 и потом дал склон нет не могу кто на них на всех давит путин что ли и как бы зеленский когда просил когда просил видите санкции они пошли думать то началась война здесь дайте оружие пошли думать опять ну не знаю вдруг разозлим путина знаешь теперь бомбят ядерные объекты говорит закройте небо пошли думать закрыт не были не на не хотят ввязываться войну с путиным бояться чего бы они это я тебе подтверждаю потому что я вот все всю всю неделю не вылезал с французского телевидения радио эспрессы и вот здесь ощущение все все боятся ядерной войны все охренели ядерной войны боятся да но ядерную войну получит боитесь получит он не уйдет он не сдаст он не даст себя в его голове унизить проиграть побить его оскорбить опустить он взорвет весь мир ему дают возможность на этом над ним смеются твои войска проигрывает на земле а он с неба бомбит и да и боятся а чего не боятся вот я тебе скажу что администрация твоя любимая байдена не боится эти как кгбшник скажу они не боятся дать 11 миллиардов долларов кому ирану другу россии вот это не боится сейчас идет обсуждение чтобы передать 11 миллиардов долларов ирану чуть израиль и саудовской аравии недовольны этим сил потому что игра последний раз когда они дали столько денег началась сирия бомбежка израиля начались террористические акты по всему миру и их ядерная программа ускорилась в 10 раз вот свин дают за 4 заложников так что ребята все которые хотят заработать бабки берите американцев заложники 11 миллиардов долларов вам отвалят понимаете сейчас заработать можем все террористы всего мира давайте берите американцев заложники а иначе ядерная война иначе все теперь нас всех будут держать заложники с этим вот это человек которого и а сегодня утру атор продолжают трубить оказывается это израильтяне плохие эрдоган вот обманул понимаешь ли там европейцы на конверт на то не дается надо то выделила эти миги а кто им запретил они ведь на то кто это наложил это говорит нет не передавать их назвать имя этого героя а продолжают по на новостях везде поблагодарим его благодарим за помощь за какую помощь за ликопластырь и теплое одеяло какую помощь где оружие где оружие где вы закрытие небо где где противовоздушная оборона где самолеты какая помощь да не не в небо пустое кстати по этому поводу у нас там три дня показывали колонну танков и всякой техники которые на 70 километров все растянулось на севере от киева и который просто стоял 30 километров от киева и разбомбить они не могут почему они могут над наземными ребята своими телами закидывать но ребята своими телами подкрадываются там собьют парочку у ползает если еще живыми у ползает все радуются вот этими вот видиками дебильными где убитые русские солдаты их там раскореженная техника ну понимаете что украинцы тоже теряет они тоже кровью истекает а у них крови меньше чем у русских и меньше этого металлолома но потерь потери у российской армии один к трем ну и что даже хоть один к 300 300 электри тысячи украинцев меньше это раз автор их каждый боец потерянный украины это уже трагедия кого-то 2 нам вам легче что листит один к трем один к трем мы победили не победили не победили это не сдали вроде даже не сдали а вошли россия российские войска в херсон и такое было впечатление что херсон просто пустой что там вообще его даже там ни боев не было ни защиты никакой не было то есть просто там народ ушел оттуда или попрятался или попрятался и мирные люди либо попрятались либо уехали на даче в деревне округа а люди с то есть у них чего там у украинцев не было оружие не было чем стрелять не было чем боевая воевать им нет чем воевать вот люди как не говорят там и мне чем воевать сейчас американцы пытаются перевести там самолеты радио и телефонные радио технические для связи прекрасно спасибо отлично но нужно оружие нужно летальное оружие чем убивать врага как еще можно это объяснить что нужно украинцы они могут они могут не жрать не одеваться не могут не спать не срать им воевать надо чем-то голыми руками они не могут эту орду остановить и нету небо не закрывается ничего не делается для кого украину бросили и пока уже ядерная уже ядерная опасность в мире сидят вот эти лидеры вот эти у которых огромный опыт международный и огромный опыт в вооруженных конфликтах не то что тут клоун этот клоун зеленский да или клоун трамп эти клоуны вот эти клоуны почему-то воюют и что-то делали трамп завалил сулеймани никаких тебе заложников не освобождать завалил сулеймани все пугали что будет война с ираном ничего не было албагдаде завалил северной кореи будет война пугали все время войной не было а здесь вот миротворцы и вот вам война вот люди не понимают вот теперь там они ищут винованных израиль виноват трамп виноват те виноват эти на благодарят продолжает благодарить наши наш наш любимый с тобой кгбшник вот он гениально гениально действует гениально все он делает правильно надо его благодарить за эту вот помощь не вообще беспрецедентную до выделяют какие-то деньги украине не деньги украины нужны оружие нужно украине оружие войны волонтеров много приезжает из границы это да и до с того же израиля волонтеров много снайпера пришли сюда насколько я знаю врачи со всего мира стягиваются люди нужно чем-то воевать люди это недостаточно а то что у них там до дезертирство тоже непрофессионализм мародерство дебилы просто какие-то там воюют на расшире сказать и нечего замуж за ним все равно все равно серёж просто просто орда все равно как говорил наш вожки учитель лучший друг всех физкультурников все равно количество заменяет качество закидают зальют кровью закидают телами пофиг крематории привезли перепели перевезно переносные импортно ну бабы еще нарожают насколько и столетиями мы никак не можем понять что это что и там человеческая жизнь она ничего не рожают у нас миллион миллион потерь после к вида и россии началась опять отрицательная рождаемость какие какие бабы рожают да ему ты этому психу все равно его свои дети все равно как и стали ну там были как как и гитлеру и он все равно там твои свои дети чужие это маньяки имеем дело смотри пока ему голову не свернут ничего не выйдет осознает что он поймет что он что он проигрывает войну и остановится как там как в финляндии они приносят пример как финляндии как арабы у них ядерного оружия не было они ядерные станции не бомбили но кстати кстати макрос не перри перезванивается наш француз каждый день звонит тот его посылает нафиг это ему говорит володя ты охуел а володя говорит конечно охуел а чё ты думал а чего ты думал тот при макрон приехал и вернулся обратно сказал я вам привез мир вот кого я вспомнил сразу чем берлина получите войну до получили войну правильно все это война это мировая война но они никак не осознают они все думают что осознает что то что он передумает что он испугается что с ним можно договориться я не знаю будем благодарить администрацию байдена закройте небо войдите в бой войдите в бой с ним пока он видит что вы все трусы все малодушные все эти лидеры которых мы якобы избрали в демократическом мире но в америке понятно у нас были самые прозрачные самые честные выборы в мире потому что другого не могу сказать свобода слова меня сразу закроет здесь да мы кстати вот иронии там сказал про этих самых про террористов мы поясним что это ирония была да потому что иначе у нас youtube закроет с ними для ролик снимет скажет мы мы тут это самое провоцируем за войну кстати нет это дает это дает зеленый цвет всем террористам как только ирану сейчас заплатит 11 миллиардов долларов они сразу же эту лавочку откроют снова брать американских заложников за них хорошо платят но это же понятно но это же понятно и к каждому человеку 11 еще раз повторяю не украине а ирану 11 миллиардов долларов это и замороженные деньги это как бы их деньги но не заморожен но все равно это дастся им они пока что на заморозьте центр банк лучше и оставьте российский кстати это сделано это сделано не центр банк не целый там какие-то банки но не центр банк нет центробанк российские заморозили операции российского центробанка они за сбербанк акция сбербанка стоит один цен теперь в смысле экономики вчера вчера взяли в яхту усманова яхта это яхта не подожди 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 абрамович продает свои челси ну и что билл билл дерипаска сказал что это самое нет подожди они они народ который миллиардеры они теперь поняли что миллиарды их них рена не стоят что у них еще и у них еще есть миллиарды я надеюсь замочат когда-нибудь они его могут замочить когда понимаешь я нету нету вы родились вы родились вот с германии были эсэсовцы были гестаповцы были нацисты были ужасные люди они были везде кстати в советском союзе тоже но не были МКВД они были везде но в германии они были как бы это был флагман этого 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 культа смерти Но в Германии также еще были и благородные люди. И в Польше были тогда благородные люди. И они евреев там прятали. Во Франции было много благородных людей, которые пошли в подполье. И в Польше было подполье. Они действовали, они противостояли, были смелые люди. Понимаешь, был генерал Бекк, был полковник Штаффенберг. В конце концов, был фельдмаршан Роммель. Нету в России, вымерли они. Нету, нет такой нации. Нету, это не нация, они вымерли, там нет благородства. Там нету этих, выходит 20 человек, их моментально арестовывают, тянут. Никто их не защищает. Вот в Украине они отбивали, я помню, как Саакашвили там ходит. Нету. Это 90% россиян, это крепостные, забитые. Беспомощные. Вот они мне пишут сейчас. Остановите его, наши же дети тоже гибнут. Остановите его. Сделайте что-нибудь. Запад, сделайте. Подожди, я не пишу. А вы что-то хотите сделать? Это ваша страна, ребята. Встаньте с колен, елки-палки. Конечно. Встаньте с колен. Нет. Давно говорим. Если выйдет 10 человек, вас забьют. Если выйдет 100, вас забьют. Если выйдет миллион, кто вас может забить, если выйдет миллион на улицу? Так в Украине это сделали. Да где угодно. Если выйдет миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, и они скажут, козла долой, кто будет там разгонять? Кого будет разгонять? Где ты найдешь на миллион, разгонял? Ты понимаешь, они сейчас, вот опрос прошел по России, где говорят, что почти 60 человек, ну конечно, они наверное врут, но они опубликовали это. Вот как это понять более-менее нормальному человеку? Более 60% за войну с Украиной, что надо Украину освободить от фашизма, а 90% за хорошие отношения с Украиной. Короче, давай мы немножко военную эту тематику, потому что это эмоции, конечно. Мы можем помочь Украине, мы можем. Они говорят, что аэродромов нет, тоже брехня. У нас, у американцев есть достаточно оружия, достаточно технологий, где мы можем сажать наши, потому что сейчас все проходит через вот такой маленький узкий коридор через Польшу, через границу Польши, украинцы перетягивают какие-то помощь с Польши, какие-то снаряды, оружия. Этого недостаточно. Тут должна быть как в Берлине, массовая, как в 72-м году, в 73-м году в Израиле, когда поднялись наши Геркулесы, приземлились и дали им оружие, и дали им чем воевать, иначе бы Израиль тогда проиграл. То же самое надо сделать. Поднять наши транспортные самолеты, привезти сюда оружие, с которым украинцы могут воевать. Настоящее оружие, а не эти пукалки, которые мы им сейчас даем, даже в форме стендеров и в форме джувелинов, этого недостаточно. У нас есть другое, лучшее оружие. И у нас есть самолеты, которые могут приземлиться на маленьких, ночью, аэродромах, без освещения, без всего остального. Но у нас есть такие возможности, мы это делали. Я это видел, я был в этих этапах. У нас есть, мы можем это. Не все аэродромы разбомблены в Украине. На западе Украины они действуют. Не надо через границу все это тащить. Включить это надо. Но наш человек, который знает, как больше всего опыта имеет с военными конфликтами, причем при них все время военные конфликты, разгораются. И международное отношение сидит и ничего не делает. Вот Ирану надо дать сейчас, в этот момент. Все это время невозможно было. А вот сейчас пришел момент дать им за четырех заложников 11 миллиардов долларов. Время такое. Подошло. Надо вот сейчас срочно это необходимо сделать, чтобы ускорить ядерную программу, чтобы террор начался еще в другой части мира. Вот. Мы это можем сделать. Война идет, ну, конечно, на истребление. Бомбятся гражданские города, берутся в осаду. Мариуполь берется в осаду, как Ленинград, наверное, когда-то. Наверное, готовится, как я понимаю, высадка в Одессе. В общем, там корабли стягиваются, десантные корабли. На юге страны очень сложно удержать эту Орду. Они, видимо, хотят отрезать все побережье Украины. Таким образом. Это видно. Таким образом. Пока у них нет сил, в том смысле, что вот ты заметил, да, даже там, где они были, то есть вот из Беларуси вошли, с севера вошли, с востока вошли. С севера и там, из Беларуси, у них, видимо, не получается. Там захлебываются атаки. Вот это колонны, там у них нет такого активности и такого продвижения. Да, самое большое продвижение с юга, Херсон, на Двухполь и сейчас за пороги. Эти попытки, эти попытки обойти Киев с обоих сторон, вот этой колонны, у них не получается пока что. Но это если колонну не... они с востока России, с Владивостока, с Хабаровска идут эшелоны еще с техникой, ну, им займет, наверное, еще дней 5-4 добраться, да, подтянуть это все, но все равно это уже идет техника, это уже идет с Дальнего Востока, значит, подкрепления идут. И вот если еще день-другой Запад не включится, тяжело украинцам будет, тяжело будет удержать это. Они просто выдохнутся. Они и так держатся. У нас такое ощущение отсюда, знаешь, чего было? Конечно, он все равно ошибся, он, Путин много ошибок сделал, потому что он говорил все время, что там Восток и Север Украина, они все русскоязычные, они все любят Россию в засос, и все будут там, эти самые, хлеб-соль вынесут, девочки с передников, там, с косичками вынесут. В Харькове, да, говорили, что Харьков русский город, хрен тебе он русский город. Там бои такие, что они не могут ничего сделать, теперь начали уже по домам шлекать, потому что просто не могут ничего сделать. И видно, кстати, у него по морде, вот он каждый день выходит там в эфир какой-то, видно, что он не ожидал этого дела, он видно, что он там на них кричит, каждый день вызывает Герасимова, Шойгу, а те, значит, сядут, разводят руками и не могут ему сказать, Вова, ты сам козел, ты сам козел, зачем надо было начать войну, когда она не подготовлена. Она же не была подготовлена, они просто собрали металлолон и маленьких человечков, это же не война. Я думаю, я думаю, что у него всегда это свирепил, он всегда об этом мечтал, это фантазии у него, это болезнь, это вот эта деменция, что Украина, это все от него, это единственное, что его раздражало, но я думаю, как только пришел, опять, я знаю, что сейчас все начинают на меня, блин, налетят, но я думаю, как только пришел Байдин, как только он снял санкции с Северного потока, как только он начал ему звонить, как только он начал, урезал военную помощь Украине, как только он увидел, что он не присылает сюда посла, ну хотя сегодня уже пришли посла Украины, назначь одного, объяви кого-то послом. А эту тетку разве не назначили? Нет, потому что Конгресс должен ее назначить. Пришли представителя, ну что-то, покажи какую-то, значит, когда он это все увидел, конечно, он начал подготавливаться, конечно, сказал, давай быстро, пока этот еще живой, пока он ласты не склеил, этот великий международный, с огромным международным опытом и урегулирование военных конфликтов, гений, да пока он еще вообще моргает, просыпается по утрам, надо что-то делать. И он сделает, конечно, не подготовлено, не скоординировано, но вот он взял этот момент. А когда американское посольство эвакуировалось, опять же, я вчера выпустил программу, мне уже несколько человек, значит, у нас есть в посольстве, ты знаешь, есть такие РСО, Regional Security Officers, это наша внутренняя безопасность. Вот морские пехотинцы, которые охраняют посольство, они относятся к этим РСО. И это обычно очень хорошие ребята, они бывшие, вообще сами в основном, там бывшие морпехи, которые охраняли посольство, или бывшие военные, которые занимаются безопасностью. Я с ними дружил всегда в посольстве, они были такие наши, наши, свои. Они набирали вольнонаемных из местных, которые охраняли, если когда-нибудь шли получать визу в американское посольство, они стоят снаружи, вас пропускают, проверяют документы, проверяют на безопасность, они ездят, проверяют наши квартиры, где мы живем, постоянно делают, патрулируют. Такие местные ребята обычно очень-очень дружат. Ну и вообще в посольстве у нас работало очень много местонаемных. Повара, уборщики там, секретарши, в визовом отделе много их работы, повсюду. Посольство местное, местные работают. Многие россиян работало, как же. И вот сейчас посольство эвакуировалось, а их всех бросили, оставили. Без всего, без помощи, без выплаты каких-то еще денег. Мы сами добираемся. Опять же, понятно, дай бог русские придут, они первые, кто пойдут под нож, потому что они работали на американцев. И вот эти ребята, вот парень, который отвечал за битвы, ну старший, с украинцев, который работал на РСУ местно, он говорит, я пытаюсь перевести кого-то там во Львов, кого-то там. Есть, конечно же, эти ребята же тоже люди в посольстве, да, там дипломаты, есть среди них, как ни странно, есть нормальные, говорит, они пытаются нам помочь, но это индивидуально, ну, на личном уровне, не государство. А государство бросило, как и в Афганистане. Вот это администрация, мы своих бросаем, у нас в крови, это что мы своих никогда не бросаем, мы забираем. С Вьетнама в 75-м году мы забрали всех, кто с нами служил, кто с нами работал, все, только один сенатор проголосовал против, мы знаем его имя. И вот это продолжается. В Афганистане бросили, это не американцы, они не хотят Америки, это не американские, не американские ценности. И здесь, в Украине, мы тоже их бросим. Но когда Путин это видит, понимает, когда иранцы это видят, когда китайцы это видят, что же вы думаете, с нами будет? Да они, конечно же, уничтожат. С нашими же руками уничтожат нас. То есть как же, как и украинскими руками они это делали. И вот мы пришли. А теперь будем искать виноваты. Трамп виноват, израильтяне виноваты, что мы пришли виноваты. Все виноваты. Столканье, все вот эти журналисты, журналюги, все благодарят Байдена. За что вы его благодарите? Что он сделал-то? Высказался, сказал озабоченность, написал письмо, все президенты сказали, ай-ай-ай, Путин нехороший, он должен это не делать. Мы его осуждаем. Осуждаем. Вот опять, любят ушами, Сереж, любят исключительно ушами. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Мы можем помочь. Можем помочь, да. Я, к сожалению, да, Сереж, извини. продолжай. Немножко прерывается связь, но это не страшно. Люди поймут, что условия походные у нас. Полевые, да. Но смотри, мне все равно надо уже бежать. Окей, но мы с тобой... Есть еще. Ты хотел еще что-то спросить, извини, потому что получился монолог такой. Нет, 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 все нормально. Ты у нас там сидишь, поэтому, что мне тебе рассказывать какие-то вещи? Интересно... Нет, ну как Франция, что Франция, как французы реагируют на это. Они понимают опасность. Французы реагируют положительно. Во Франции, Украина, все кандидаты-президенты, которые облизывали раньше Путина, заткнулись. Все заткнулись, потому что они поняли, что нельзя сейчас не говорить ни слова, ни слова, ни секунды, потому что все не пройдет. У нас выборная кампания президентская. Макрон сейчас уже объявил о своей кандидатуре. Макрон, наверное, победит, потому что он такой, там, постоянно звонит Путину, делает вид, что он тоже такой активный победитель. Президент военного времени. В Европе, кстати, Европа проснулась раньше, чем Америка. Потому что Европа... Америка, по-моему, еще не проснулась. Нет, ну она... Да, да, не проснулась. Но, знаешь, как он сделал это самое? Он выступил с обращением к нации, там 10 минут сказал про Украину. Вот, назвал Путина диктатором. Вот. Европа проснулась в каком смысле? Послушай. Монако присоединилась к экономическим санкциям. Швейцария присоединилась к экономическим санкциям. Швейцария и Монако. То есть там, где у них все бабло лежит, они присоединились к экономическим санкциям. Это серьезная штука. Швеция продает оружие Украине. Швеция, нейтральная Швеция, охренела, и продает... Швеция и это самое... И Финляндия хотят вступить в НАТО. Теперь разговоры пошли. По-настоящему. И НАТО сказал, что если они скажут, то за полдня их примут. Потому что это не Украина, а это Швеция и Норвегия. Чего еще такого важного было? Сейчас я тебе скажу. А, Германия. Германия решил вложить 100 миллиардов евро в создание настоящей обороны. Ну, нужно сейчас, нужно помогать. Сегодня, в общем, я хочу в заключение сказать, поддерживать Украину. Сейчас не время выяснять отношения между собой. У меня есть с кем выяснять отношения, не поверьте мне. Но сегодня с журналистами, политиками здесь, с нашими, с украинскими. Но сейчас это не время. Сейчас время объединиться. Поддерживать Украину. Не то же поддерживать Славянь, а помогать ей. Реально помогать. И мои американские друзья, не ходите, не спрашивайте меня, что собирать нужно, что нужно в Украине, куда это посылать. Это сложно. Я не могу это координировать. У меня нет. Вы хотите сами это делайте. Больше всего давите на своих политиков. Давите на политиков. Закрыть небо. Дать оружие Украине. Больше. Это самый большой приоритет. Дать тепловизор. Снять санкции с тепловизоров. Хотя бы для Украины. Много всего. Я говорю каждый день про это. Сейчас надо объединяться вокруг Украины. Сегодня мы все украинцы. И поддерживать ее всем, чем можем. Каждый должен делать все, что он может. Я не знаю. Не пишите мне, не звоните. Что нам делать, что нам делать. Можете танцевать и развлекать солдат. Танцуйте, развлекайте, пойте. Можете рисовать, рисуйте. Можете взять оружие в руки. Берите. Можете накладывать и зашивать. Раны зашивайте, накладывайте. Приезжайте, помогайте. Давайте. Делайте все, что каждый может. Сайтов достаточно. Организован Международный Легион. Интернациональный Легион. У нас во Франции, кстати, много народу. Я вчера взял с двумя мужиками, которые едут к вам. Едут сюда. Интернациональный Легион. Те, которые говорят на иностранных языков. Опять же. Пожалуйста. Те люди, которые имеют опыт военный. Или, которые имеют медицинский опыт. Ну, в общем, в чем-то должны иметь опыт. Просто так, потому что вы имели ресторан или еще что-то. Какое-то благородное дело. Занимались бизнесом. Это сейчас не время. Уже поздно вас тренировать. Учить чему-то. Это уже нужный специалист. Поэтому давайте. Все вместе поддержим. И надо, чтобы русские встали с колен. Если вы русские, вставайте с колен. Покажите, что вы правда есть такая нация в мире. Потому что вы пропадете. Вас никто за людей считать не будет. Не будет такой нации русской. Встаньте с колен и сверните ему голову. Кроме вас это никто не сделает. Сверните ему шею. Все. Слава Украине. Спасибо, Юра. Слава президенту. Слава президенту Зеленскому. Спасибо. Пока.